Продолжение многолетнего курса на выстраивание отношений, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Таким ожидается трехдневный государственный визит президента Беларуси в Китай. Это высший протокольный статус. И в эти минуты белорусский борт номер один приближается к Пекину. Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство – таков уровень отношений стран. Программа нынешнего государственного визита насыщенная. Александр Лукашенко и Си Диньпин проведут переговоры по торговле, инвестициям, совместным масштабным проектам. Разговор коснется и наиболее острых вызовов в международной обстановке. Наши страны поддерживают друг друга на мировой арене. Минск и Пекин одинаково оценивают украинский кризис. Сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец этому конфликту. Об этом Александр Лукашенко говорил в интервью ведущим китайским СМИ. Накануне телеверсию увидели белорусские зрители. Если позиция Китая по конфликту на Украине не будет услышана, то это приведет к серьезным последствиям, предостерег глава государства. Только в мирных условиях, в мирном развитии нашей планеты успех в том числе и китайского народа. Будет мир – никто Китаю не помешает стать глобальной державой. Китай уже, ваша страна уже стала такой страной, без которой не решается ничего в мире. Дальнейшее развитие Китая связано только с миром. Поэтому это такой прагматичный подход. Но мир нужен всем народам. Поэтому идея великого Китая и его лидера о глобальном мире – это огромный вклад в мирное развитие всей планеты. Это выгодно и Европе, и Украине, и Беларуси, и Америке. Только мир. Война приведет к катастрофе. Мы рады, что Китай – это древнейший народ, наконец-то начинает играть определяющую роль на нашей планете. Мы на это очень надеемся и рассчитываем, еще и потому в этом наш прагматизм, что это наш большой друг. Китайские журналисты спрашивали президента не только о геополитике, но и об экономике и даже о личных отношениях с главой Китая и его политической роли. Си Цзиньпин многое сделал для того, чтобы Китай стал таким, каким он есть. Китай стал великим. Это величайшая заслуга Си Цзиньпина. Он не отверг ни идеи Мао Цзэдуна, Дэн Сяо Пина, Цзянзэмина и Худзинтао. Он взял все лучшее и на базе этого лучшего привнес новое, это его отличительная особенность, это новый руководитель новой информации и создал мощный фундамент для развития китайского общества и государства, на котором вы уже фактически выстроили новый Китай. Это величайшая заслуга Си Цзиньпина и китайский народ потом оценит это. Дальнейшее такое развитие Китая, как при Си Цзиньпине, обеспечит нормальное развитие всей планеты, особенно его идея миролюбия. Си Цзиньпин изменил характер китайского народа, он придал ускорение. Он тонко заметил, что жизнь изменилась, скорости колоссальные. И если не ускоряться, а спокойно сидеть там, чего-то ждать, можно опоздать. Это дорогого стоит. Надо ускоряться. Он это почувствовал и по этой дороге очень быстро ведет китайский народ. Мы готовы рядом идти и помогать этому. Минск готов укреплять сотрудничество с Пекином в экономической и инвестиционной сферах. Товарооборот Белоруссии и Китая в прошлом году по подсчетам китайской страны превысил 5 миллиардов долларов. Значительно вырос белорусский экспорт. Первый месяц этого года и 14 дней этого года нам уже дают рост 72% к прошлому году по экспорту. Мы в принципе уже вышли на около миллиарда совместного товарооборота за полтора месяца. То есть это подчеркивает тот динамизм и ту важность, которую придает Китай в поддержке нас. И мы, естественно, тоже с точки зрения диверсификации рынка. Государственный визит Александра Лукашенко в Китай завершится 2 марта. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах. Не допустить втягивания Молдовы в военный конфликт. С таким призывом тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Кишиневе. К этому часу протестующие полностью заняли центр столицы, на что моментально отреагировала полиция, заблокировала толпу и перегородила ей дальнейший путь. Кроме того, на въезде в Кишинев в силовике задержали более полусотни машин и автобусов. Люди попытались добраться до города и присоединиться к митингу, однако пока их транспорт заблокирован. В ответ протестующие перегородили трассу в город Чемишле, выкрикивая лозунги с требованием отставки президента Майсанду. Серьезных стычек пока не наблюдается, а обострение ожидают к вечеру. Состояние Джо Байдена – угроза для США. Об этом в своем твиттере написал бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон. По его мнению, американский президент с каждым днем приближает страну к тотальной войне с Россией и Китаем. При этом половину времени он просто не знает, где находится и что говорит. Очередным сенсационным заявлением глава государства отметился на приеме по афроамериканской истории. Американцы вообще не поддерживают конфликт на Украине и очень недовольны Вашингтоном за финансирование и подталкивание войны. «Мы хотим мира», – заявила конгрессвумен Марджери Тейлор Грин. Также она добавила, что большинство американцев поддерживают национальный раздел США на красные республиканские штаты и синие демократические с небольшим федеральным правительством. В противном случае эксперты не исключают гражданскую войну. Эффективно противостоять лжи, завоевывать доверие читателей, слушателей и телезрителей. О задачах средств массовой информации говорили на итоговой коллегии профильного министерства. Информация позволяет делать правильные выводы, а фейки вводят в заблуждение, ориентируют на выполнение целей, которые запрограммировали оппоненты в информационной войне. Так, западные центры на распространение дезинформации против Беларуси и России в день тратят около 25 миллионов долларов. Речь о потасовке фактов и создании негативной информационной повестки. На нас обрушилось огромное количество фейков, не только связанных со специальной военной операцией, но и на другую тематику. Просто небывалое санкционное давление, отзыв рекламных бюджетов. В общем, наши оппоненты по ту сторону баррикад сделали все возможное и невозможное для того, чтобы нас обвалить. Но, с другой стороны, любое действие вызывает противодействие, тем более, что мы журналисты народ такой специфический. Чем больше нас пытаются задавить, тем больше у нас силы и энергии рождается. Поэтому мы выходим с замечательными цифрами. Современные методики позволяют анализировать вовлеченность аудитории и ее прирост. Что касается национальных телеканалов, то популярность тоже растет. Более миллиона соотечественников смотрят программы в интернете. Так, на YouTube-канал ОНТ подписано 815 тысяч человек. У государственной прессы больше читателей и зрителей и на других площадках в Телеграме и ТикТоке. При этом бюджеты ГосМИ не предусматривают искусственное наращивание аудитории, к чему прибегают иностранные экстремистские ресурсы. Клад лучших инновационных идей. Гранд-финал 12 сезона республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» проходит в столице. В 10 номинациях сегодня объявят 20 победителей, которые в дальнейшем получат гранды на бизнес-план и реализацию своей идеи. Среди секций – энергетика, агротехнологии, здравоохранение, экология, безопасность, социальная сфера. Все этапы конкурса прошли лишь 129 авторских разработок из 1200. Некоторые проекты участвуют не в первый раз. И уже не просто идеи, а полноценные инновации. В прошлом году мы предоставляли проект здесь по протезированию конечностей у животных в последующем с реабилитацией людей с ограниченными возможностями. То есть наши животные особенные взаимодействуют с такими же особенными людьми и показывают им, что жизнь полноценная и яркая. Это манипулятор, то есть робот полностью автономно управляется посредством веб-камеры и оператора. Может применяться там, где нужно огородить человека от каких-то опасных средств и условий. Например, горная, химическая промышленность, традиционная промышленность. Ну, либо при досмотре каких-то объектов. За весь этот период 17300 заявок, 3500 внедрений, когда происходит реализация проектов. Это поддержка, грантовая инициатива. Это победы на международных различных аренах. И каждый этап позволяет увидеть новых, талантливых ребят. И что самое, наверное, немаловажное, и я сегодня это увидел, из разных регионов нашей страны. Лучшие из проектов отберут в международный молодежный проект «100 идей для СНГ», который проходит раз в два года. Беларусь увеличит поставки медпрепаратов на Кубу. Договоренность достигнута в Минздраве на встрече с делегацией этой страны. Партнеры обсудили взаимное упрощение регистрации лекарств. В этом процессе есть подвижки. В прошлом году на Кубе зарегистрированы два белорусских препарата. Прорабатывается и вопрос лицензирования наших медикаментов в других странах Латинской Америки. Также говорили о создании совместных производств, прежде всего, биопрепаратов. Опыт уже такой работы есть. С 2015 года два кубинских препарата разливаются в Республике Беларусь и активно используются. И дальше есть перспектива. Блок вопросов – это образовательная тематика. Именно по обучению наших специалистов по производству биологических препаратов, по лабораторному контролю биологических препаратов. Потому что у Кубы есть большой опыт, которым они готовы поделиться. Мы же готовы представить базу для постдипломной подготовки для специалистов, врачей из Кубы. Мы хотели бы подписать общее рамочное соглашение, которое предусматривает вопросы образования. Кроме того, мы заинтересованы во взаимных производствах, в приобретении белорусских препаратов, потому что они высокого качества. Куба и дальше готова поставлять свои медикаменты на благо белорусских пациентов. В Беларуси и Куба плотно сотрудничали в период пандемии. Тогда из Гаваны в нашу страну поставляли вакцины от ковида. Прорывным стал прошлый год. Состоялись три раунда переговоров, подписаны соглашения. Фармацевтическая кооперация продолжится и в этом году. Сегодня пришла печальная новость о смерти известного драматурга Алексея Дударева, уход которого стал неожиданным, говорят в его окружении. Одни из самых известных его произведений – пьесы «Вечер» и «Рядовые». По его сценариям снято 16 фильмов, в том числе «Знаменитые белые росы» – классика белорусского кинематографа. В разные годы Алексей Дударев возглавлял журнал «Мостатство», работал в театрах, в литературной части, а также художественным руководителем, в том числе драматического театра «Белорусской армии». С 92-го руководил Белорусским союзом театральных деятелей. У меня своя история с Алексеем Дударевым. Начнем с того, что когда я вырослый поставить спектакль по Шекспиру «Ричард III», оказалось, что нет переклады на белорусскую ум. И тогда я вернулся до него и попросил сделать свою сценарную версию, скоротить другародных особо и так далее. «Был звонок, когда в 12 ночи, послухаю, у меня тут руки по локотью криви от шекспировских героев, и читаю монолог, а я визжу на другом конце провода, потому что это было классно». И он абсолютно отчувал слово. Дударев уже стал классиком, мягко кажучи, прижитие. О причинах ухода не сообщается. Место прощения тоже станет известно позже. Алексею Дудареву было 72 года. Им есть что сказать. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины общества, которые своим примером делают мир лучше. В каждой новой серии совместного проекта трех национальных телеканалов и «Союза женщин» новая история. Вот уже почти 20 лет, как она связала свою жизнь с МЧС. Каждый день отдает подготовке тех, от кого в будущем будут зависеть жизни и судьбы людей. Каково это – руководить мужским коллективом в погонах, но при этом нести в себе душевность и доброту. Юрист, преподаватель, управленец и просто женщина. Смотрите сегодня после вечернего выпуска новостей. У меня была мечта стать учителем начальных классов. Определенные обстоятельства не позволили мне учиться в педауниверситете. Я получила юридическое образование. Но в любом случае, как говорится, когда ты о чем-то мечтаешь, рано или поздно ты все равно этого достигнешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова